Хорошо. Если вы сегодня, может быть, первый раз в подобном собрании, мы протестантская церковь. Протестантская церковь это почти то же самое, что и православная. Особенно сегодня, потому что у нас в гостях наш драгоценный друг Сергей Журавлев. Давайте. Поднимите руки, если вы в первый раз. Есть пару человек. Вот. Аминь. Сейчас Бог производит такое соединение. И по всему лицу земли, как и сходится, соединяется. Православные уже начали разговаривать с католиками, протестанты с православными, ну и так далее. Что-то происходит. В нашем городе протестантские церкви соединяются все сильнее и сильнее. Аминь. Аминь. И меньше соединяются друг с другом. Аминь. Бог что-то производит. И я верю в то, что это последние особенные времена. И мы пригласили очень такого интересного человека. Я когда-то еще помню, кассеты были. Помните, было время, когда кассеты были. И я помню, у меня попался комплект кассет о том, как исторически церковь развивалась. И там учил Сергей Журавлев. Я с того времени, это, наверное, еще 2004-й какой-то, третий там год. И я помню, слушал, у меня просто так много на что открылись глаза. И это было для меня так интересно. И я так как-то по-другому совсем на все посмотрел. И я понимаю, что Господь просто что-то производит в теле Христа. Он производит какую-то реформацию. И это не относится только к православным. Это относится и к католикам, и к протестантам. Потому что я слышал, помню, где-то года два, наверное, назад, одного пророческого служителя, такого протестанта. И он говорил о том, что сейчас по всему лицу земли происходит реформация, которая на самом деле равносильно той реформации, которая была 500 лет назад. Вы помните, да, откуда мы произошли? Мы изучали это. Максим нас ввел в этом. Что 500 лет назад появились протестанты. И сейчас мы живем в такое время, когда Бог производит реформацию не меньшую, чем в те годы. И поэтому я прошу вас, чтобы вы просто были открыты к тому, что, может быть, Господь сегодня будет говорить. Вы еще заметили, что мы как-то дружим с Израилем, да? И эта тема как-то близка к нам. И у нас есть буквально вот люди, которые на прошлой неделе только приехали из миссионерской поездки. И мы будем еще туда ездить, и мы будем служить Израилю, будем служить евреями, будем просто идти в том, что Господь приготовил, что в последнее время Бог будет соединять Церковь и Израиль. И что-то интересное Господь готовит. И мы где-то как-то понимаем это. И мы, я думаю, что еще сегодня где-то поймем больше. Аминь. У нас вчера уже было собрание. Все, кто был. Всем. Очень хорошо. Понравилось все, да? Здорово. Здорово. И, конечно, к сожалению, некоторых не пустили сюда, потому что штормовая была буря, и закрыли парк Сокольник. Некоторые не дошли. Но, слава Богу, сегодня дошли, да? Сегодня некоторые еще в пути, как у нас так обычно еще где-то полтора часа человек спит. А потом он все-таки встает и приходит в церковь уже под конец. Слава Богу. Но да не будет так. Аминь. Аминь. Давайте еще тогда поприветствуем. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему спасителю. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Слава Богу. Аплодисменты воскресшего. Да, он на самом деле воистину воскрес. И благодарю Бога за эту честь быть сегодня с вами. И вчера вот было здесь собрание, такое колоритное, еврейское собрание, мессианское, собрание служения. Мессианские служения, чем они так вот очень ценны, примечательно, что на самом деле, как вот такие первые ласточки вот этого единения, церкви Израиля. Объединяющие и евреев, и неевреев, очень разных людей, национальности, культуры, традиции, религии. Но под главенством самого Мессии, самого Машеха, самого Иисуса Христа. Слава Господу. Да, и также привет передаю от своей семьи, от супруги, от наших шестерых детишек. Слава Богу. Я держусь такого девиза, это и мой девиз, вот эти последние, может больше 20 лет, как реформатор, как обновление стружусь. И мой девиз, это девиз блаженного Августина, который говорил в пятом еще столетии, в главном у нас, у христиан, должно быть единство. В главном единство. Во второстепенном свобода, разнообразие. А во всем любовь. Аминь! Аминь! Этот девиз мне так очень сильно понравился, однажды я помню. И я, знаете ли, многое когда переосмысливал в своей вере, в своем христианстве, в своем служении в 96-м году. Тогда я был просто сельским священником в традиционном православии, московского патриархата, в котором я трудился первые годы своего православного церковного служения. Но, знаете ли, пересматривая веру свою, пересматривая свое убеждение через призму Слова Божьего, знаете ли, очень... Вот слова Августина тогда для меня стали очень важными. И по сей день так оно и есть. По сей час очень важными. И даже это, как бы, один из девизов и нашего братства, объединения. В Коринфянам написано, в послании, письмо Коринфянам апостола Павла, 3.16, говорится, «Разве не знаете, что вы храм Божий?» Говорится, «И Дух Божий живет в вас, мы храм Божий, живые люди». А выше чуть, в 11 стихе, 3.11, 1 Коринфянам 3.11, там написано, что нет другого основания. Никто не может положить другого основания, кроме, которое уже положено однажды, самим Богом святым. Это основание сам Иисус Христос. Одно основание. Различные строительные материалы, христиане, используемые в стройке своей жизни, своего служения. Да, действительно, это так. Порой достойные, порой недостойные вот эти строительные материалы. Но основание одно. И все дело каждого из нас будет испытано, и оно испытывается. Действительно, каково оно есть. Но глава церкви также, наш глава, руководитель бессменный уже два тысячелетия, это сам Иисус Христос. Ему вся слава, действительно, и хвала. Ему наша благословь, Ему все наше, вся наша жизнь. Он, Он и только Он. И один за всех. И все за одного на самом деле. Он действительно по праву, Он один за всех отдал свою жизнь, за всех нас. И даже Новый Завет открывает нам такую тайну, что Бог во Христе, именно в Иисусе Христе, Он примирил с Собою весь этот мир. Примирил весь этот мир, не меняя людям преступлений, грехов, прегрешений. Он примирился, Он пошел первым на это, мировую на это, на примирение пошел первым. Тем более, что человек и не в состоянии был подобного даже сделать. Помыслить, да, пожелать, да, где-то как-то частично мог бы, но сделать не смог бы. И Бог по великой своей любви действительно доказал к нам свою любовь, отдав свою жизнь, свою кровушку за нас отдав. Отдав свою жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы говорим, это золотой стих всей Библии. И я тоже и в наших церквях, и в гостях иногда бываю, я часто обычно говорю, что если мы уразумеем этот стих, то мы действительно поймем всю тайну Нового Завета и всей Библии, в общем-то, и всего этого нашего бытия земного. Слава Богу. Вот и вчера, конечно, очень такое памятное служение, да, знаете, слава Богу. Я очень люблю мессианские собрания. Делился словом вчера, вот, и свидетельством немного делился. Даст Бог, уже вскоре записи будут на Ютубе, и сможете посмотреть, кто не был, кому буря помешала, знаете ли, бывает, что да, и даже буря мешает там порой. Но ничего, для Божьего Слова нет никаких преград, и для Божьего Духа, поэтому те, кто не смогли быть, не расстраивайтесь сильно, потому как Бог вас благоставлял. И мы молились вчера, я молился за всех, кто не смог быть по каким-то обстоятельствам в собрании. Вот, и для Слова Божьего нет преград никаких абсолютно, слава Богу. И вчера я вспоминал день рождения Израиля, в эти дни мы празднуем, и, в общем-то, весь этот год, кстати, весь этот год, 2018 год, он в календаре нашей церкви, да и во многих церквях, также в календарях многих церквей, насколько я знаю, интересуюсь этой темой, ознаменован именно, или даже назван в самом заглавии даже, как год Израиля, год 70-летия, возрождение еврейского государства, год 70-летия Израиля, древний, вечный Израиль и молодой Израиль. 70 лет назад Бог совершил чудо, да, совершил великое чудо, которое можно назвать главнейшим, или одно из самых главных, но даже, наверное, главнейшее чудо Божье, геополитическое имею в виду, такое Божье чудо 20-го столетия, прошлого уже 20-го столетия. Сегодня на расстоянии вот 70 лет это уже стало, думаю, даже, ну, людям далеким от религии, стало очевидным уже, знаете ли. Действительно Божье чудо, и оно, знаете ли, еще более чудесно даже, так как это чудо было сделано руками, как правило, людей нерелигиозных, далеких от религии, и от этого это чудо еще более чудесным становится, знаете ли, потому что если бы это чудо сделало, ну, сделали бы люди, ну, скажу так, религиозные, набожные, верующие, то это было бы тоже чудо великое, ну, величайшее чудо, но от того, что это было сделано руками, как правило, неверующих, от этого еще чудеснее оно стало, действительно. Вот, и, да, 70 лет Великой Победы, 70 лет Возрождения Израиля, исполнение библейских пророчеств. Знаете ли, до 1948 года миллионы и миллионы верующих могли сомневаться в библейских пророчествах, могли, даже были такие учителя, которые пренебрегали еврейскими писаниями, библейскими текстами, знаете ли, особенно из-за антисемитских, таких наших христианских, к сожалению, многовековых проблем, просто-напросто пренебрегали, действительно, писанием, игнорировали, но, начиная с 1948 года, по сей час, все, мы точно знаем, что Божье слово, оно пребывает вовек, что даже если человек и не верен где-то, и чаще всего так и происходит, к Божьему вообще слову, да, и Богу самому, то Бог со своей стороны остается верным, Бог со своей стороны остается верным и истинным. И это очень, ну, скажу так, для всех Возрождение Израиля, это, ну, в первую очередь, конечно, для евреев праздник, да, казалось бы, но я считаю, что даже еще в большей степени это праздник для неевреев. Почему? Потому что для неевреев, для всех, кто, ну, людей, всех национальностей, культур нашей планеты, в такой не очень дружной семье народов нашей земли, знаете ли, Возрождение Израиля стало доказать, еще одним доказательством Божьей любви, Божественной любви. Сегодня, распрощавшись, будем так говорить, с теорией замещения, вот, ну, наверное, слышали об этой теории, да, об этом учении, так или иначе, все, наверное, об этом слышали, древнее такое заблуждение церковное, которое по сей час порой, к сожалению, бывает, встречается в христианстве, но все реже и реже, слава Богу. Лжеучение, заключающееся в том, что, якобы, Бог, он такой, якобы, несерьезный такой, знаете ли, он то да, да, то нет, нет, непонятно, то да, то нет, непонятно. Знаете ли, такой любит, не любит, любит, не любит, непонятно, вот такой, какой-то погулял и бросил, вот, как, какой-то несерьезный. Согласно этой теории, Бог вообще несерьезный. Согласно этой теории, Бог обещался, клялся, божился самим собой, Что он не покинет, не оставит, что он любовью вечную возлюбил и простер благоволение, что он обещался Аврааму, Исааку, Якову, патриархам, пророкам, а потом взял и все это забыл и все, ну как бы разбуд и дети ворточку, как раньше говорили. Вот, все, забудем, давайте все обещания. А что он обещал, ну мало ли, как там один говорил, товарищ, я хозяин своего слова, хочу, даю его, хочу, забираю. Ну, несерьезный Бог такой какой-то. У антисмитов Бог очень несерьезный. Знаете ли, но библейский истинный Бог, он очень серьезный. И он, если да, значит да, если нет, значит нет. И его слово пребывает вовек. Его слово истинно. Если он обещает что-то, то его обещанием, знаете ли, ничто не помешает исполниться. Он серьезный. И почему я считаю, что для неевреев это очень важный праздник и важное событие? Потому что это доказывает Божью любовь. А это значит, что он никого не покинет, никого не обманет. Потому что если он однажды обманул, ну вот, в частности, Израиля, еврейский народ, то где гарантия, что он не обманет завтра и нас, и вообще, ну, кого угодно, других. Но Бог не обманщик. Бог истинный. Бог истинный. И, дамы и господа, и в этом году все события, вот, и нам в нашей церкви также посвящены вот этому как раз событию, главнейшему 70-летию возрождения Израиля. Мы молимся. Для меня это еще и мой праздник. Также я татарин по матери, но еврей по отцу своему. И для меня это тоже частично, это и мой праздник. Но хотя наши русские евреи обычно потерявшие все свои корни, как правило, к сожалению, и даже чаще всего наши русские евреи всегда славились своим антисемитизмом, к сожалению, вот, знаете ли, увы. Но ничего, пришло время, было время разбрасывать все, знаете ли, но пришло время собирать, сосветать. Пришло время покаяния, время исправления, время тшувы. Мне очень нравится еврейское слово тшува. Тшува, как покаяние переводим обычно, да, покаяние. Но тшува это возвращение. Буквально первое значение слова именно вернуться, возвратиться, возвращение. И в этом великая благодать, считаю, великая благодать. И когда блудный сын тот, возле свиного корыта, с хрюшками он был уже, все, к нему относились хуже, чем к свинье. Он мечтал напитаться рожками, которыми кормились свиньи. И даже в таком состоянии, будучи уже, как бы, не людью, как бы, в понимании других людей. Так вот, и он пришел в себя. Помните, да, он пришел в себя. Это уже тшува, друзья. Это один из элементов этого огромного полотна, вот, именно тшувы, покаяния. Прийти в себя, очнуться, как бы, очухаться, пробудиться. Это уже тшува. Но, слава Богу, что он не остался там, возле свиного корыта, знаете ли, он не только думал, вот, я встану, ну, с понедельника начну новую жизнь, я пойду к отцу моему, покаюсь, вернусь, знаете ли. Но даже если бы он там и умер бы, возле свиного корыта, все равно это было бы, ну, доброе дело, что он сделал напоследок, пусть очнулся, проснулся, как бы, да, от сна греховного. Но, слава Богу, что история дальше имеет хорошее продолжение. Он встал и пошел, действительно, встал и пошел. Но он не по дороге скончался, нет. Он дошел, это очень хорошая история. И отец его видя, он выбежал, они обнялись, ну, просто, казалось бы, хэппи энд, да, все прекрасно. Он ему перстень на руку, одежду ему хорошую. И сын только было начал оправдываться, вот, ну, нам свойственно, знаете ли, вот, людям оправдываться. Вот, обычно покаяние само у нас ассоциируется, в славянской культуре особенно, вот, ассоциируется с такими, вот, как с раскаянием, да, с раскаянием, с испрашиванием прощений, да, вот, значит, с чувством сожаления, осуждения. Вот, обычно с этим, но, хотя это лишь один из элементов, многих элементов шумы, но далеко не самый важный. И, в принципе, не решающий ничего. Потому что можно и сожалеть, и делать глупости, знать себе, и ничего, и не покаяться, собственно. Можно просить прощения, но так и не покаяться, собственно. Вот, и, а потом, когда они обнялись, он вел в дом пира. Там было много мяса, там теренка заклали, да, там гости, там пир на весь мир. И я там был, как говорится, мед, пиво пил, по усам текло в рот не попало, да, нет, но не так. Они там пировали, и вот это тоже тшува, это принятие, обласкание, принятие, это пир, это тоже тшува, это тоже покаяние, это тоже часть вот этой тшувы. Вот, но, правда, там еще проблема, не совсем хороший конец этой истории, к сожалению. Она заканчивается, эта притча, ну, так, ложкой дегтя, к сожалению. Старший сын, оказывается, в Тихом озере, там такое водится, но это уже другая история. И он так остался, ну, по крайней мере, история заканчивается на такой грустной нотке. Старший, он вне дома, и он, отец вынужден выйти вновь, чтобы упросить старшего зайти домой. Но тот, вот я с ним, за ним стол не сяду. Знаете ли, печально все это. Он, фактически, всегда был, как бы, верующим, да, с отцом, все, но сердце его было очень далеко от отца. С друзьями, с козленком, где-то там, на Тихнике, и прочее, прочее, прочее. То есть, эта история нам рассказывает, как другие истории Иисуса, о том, что тшува, она нужна всем нам. Это перемена сознания, изменение мышления нашего, в этом плане, греческое слово метаноя, очень красиво нам это доносят. И, дамы и господа, братья и сестры, я хочу делиться словом, которым я живу последних 15 лет. На протяжении этих последних 15 лет, с самого 2003 года, я делился этим словом часто. Но это слово для вас, верующих, это слово для Москвы сегодня. И поэтому я в таком, знаете, вот, волнении, в утреннем волнении таком сегодня. И имена моего Господа, имена нашего Спасителя, Иисуса Христа, у Бога разные есть имена. И вот то откровение, которое я хочу поделиться, которое получил Турем, что получил в 2003 году, это слова из Евангелия от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Евангелия от Иоанна, 11, 25. И как реформатор я молюсь... А, здесь есть? Да. Пусть еще говорят. А, спасибо. Спасибо. Я вчера проводил, значит, ну, пример, да, проводил, значит, с водой. Очень хороший пример. Вот вода, которая в стакане, возле меня, значит, по отношению к ней я могу сказать на иврите этану, слово. Она возле меня, да? Но у которой во мне вода, по отношению к ней я могу сказать только эману. 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 И у пророков сказано именно Эммануэль о Мессии. Мы это сейчас уже знаем, может быть, что-то было о Мессии сказано. Что родит сына, но и рекут ему имя Эммануэль. Эммануэль. Что значит, переводчики переводят с нами Бог. Это тоже правильный перевод, но более правильный все-таки это внутренне сущий Бог, растворенный, выпитый нами. Потому что там не этану, которая переводится как именно с нами, а именно эману, которую можно перевести буквально именно как внутрь нас сущий. Вот в чем таинство наше церковное, христианское, вообще всей нашей жизни христианской. Поэтому для меня это очень хороший пример. И я с удовольствием делюсь этим всем. Но сегодня, да, и вчера, кстати, говорил еще про огурчики, помните, кто был вчера? Да, тоже мой любимый пример. Но меня это впечатляет каждый раз. Поэтому, когда Иисус уходил, Он сказал, что кто будет веровать, и креститься спасем будет. Так вот, крещение и баптизу, да, в старом греческом языке использовали для описания соленья огурцов. Да, и мне это очень нравится. Вот, и любите соленые огурчики? Да. А малосолы любите? Малосолы? Вот, так вот интересно, малосол, баптизу не называли греки. Вот, потому что малосол, он еще сочетает, еще свежесть еще, да, с соленостью такой. Вот, а баптизу, они называли лишь те огурцы, которые прошли уже полностью просолку. И уже имеет соль не просто на шкурке свои, а внутри себя уже имеет соль. И вот, так что, товарищи огурцы, просаливаемся. Вот, и Бог берет нас, срывает с грядки этого мира и бросает нас в катку свою, да, с грядки прямо в катку, в катке. И там в Божьем рассоле, да, там все, и соль, и чесночок, и перчик, там, и травка, и все, весь этот аромат. Вот, ну, я обычно тоже говорю, что от огурца, в принципе, мало что требуется от него. Главное, заповедь огурца, не дергайся, не высовывайся, не дергайся, просто, вот, поместили эти какого-то среду, вот, и пребываем, и все. Как бы, вот, в принципе, наша мудрость-то, она проста, на самом-то деле, христианская. Хотя, и, ну, говорят, все гениально просто. Вот, и спасение, самое гениальное из всего гениального на этой планете, оно, на самом деле, чрезвычайно просто. Вот, интересно. Не дергайся просто. Просто прими это, и все. Согласись, согласись. Вот, но, как практика показывает, двухтысячелетнее, это самое сложное дело, оказывается. Вот. Ну, таковы человеческие мы существа. Гому сапиенс, с одной стороны, мы себя называем, да, разумны, но, к сожалению, это далеко не так, как правило. Потому что, ну, нам необходимо действительно просто согласиться. Я это и себе говорю, и всем вам. Просто спасение, это дар его. Просто Божий дар. Божий дар. Чтобы никто не хвалился ничем, ни рясами, ничем, ни конфессиями, ни динаминациями, ничем абсолютно. Бог уравнял нас всех, и евреев, и не евреев, и все, 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 все. Абсолютно уравнял в своей любви. И действительно, он отдал своего сына за всех нас, подарив нам жизнь вечную. Это его дар. Просто дар. Надо принять это. Согласиться. Согласиться с тем, что никто из нас никогда не смог бы спасти сам. И это Божий подарок, святой подарок. Я, когда об этом размышляю, я просто умиляюсь и благодарю Бога за то, что я действительно спасен. Вот. За то, что, вот, как есть. За что купил, за то продал. Да. И, друзья, слова Христа, которые хочу вот вам сказать, это Евангелие от Иоанна 11, 25. Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Слова Иисуса. Удивительно. Вот я живу этими уже последних 15 лет, вот этими словами, и восхищаюсь Богом моим. Вот в этом стихе сразу два имени. Два имени Господа нашего. Он сказал, я есмь до воскресенья. А потом, говорит, жизнь. Воскресенье и жизнь. Он действительно хочет, чтобы все люди спаслись. Это как воскресенье, да? И достигли познания истины. Это как жизнь. Вот. Да и много что от другого всего приходит на память из Библии о воскресении и жизни. Помните Моисея, да? Учителя, пророка Божьего. Когда он шел избавлять Израиля, Бог призывал его, когда к этому служению его, уже не молодого человека, ему было 80, оказывается, все только начиналось. Вот так вот. Даже если кому 80, да, пусть далеки будут всякие дембельские настроения от вас. Может, все такое еще и начинается. Аминь. И вот Моисея, Бог призвал к служению 80 лет. Вот. И дал ему знаки. Мертвая материя стала живой. Посор стал змеем, да? Значит, а потом прокаженная рука стала чистой, очистилась моментально. И это знаки, что он действительно есть воскресенье и жизнь. Действительно, для Израиля и для всех, для всех и вся, он есть воскресенье и жизнь. Он великий чадотворец. Слава Богу. И это откровение, конечно, я получил в 2003 году в экстремальной ситуации. Вот делюсь этим свидетельством я. Как реформатор я, конечно, дружусь как православный реформатор. Но и вообще, так же, как уже сказано было пасторам, я на все сто разделяю эти убеждения его тоже, что реформация это для всех. И для протестантов, для католиков, для всех, для всех реформация. И само слово реформация это очень хорошее слово, означающее как раз покаяние, по сути, исправление, возвращение к истокам, к основанию, перестройка, в смысле вернуться к тому изначальному проекту, который был дан. Реформация. Есть деформация, но есть реформация. И слава Богу, что в христианстве, в историческом христианстве, после такой многовековой эпохи великой деформации, деградации христианства наступила пять столетий назад эпоха великой реформации. Покаяние, исправление церкви, возрождение, восстановление. Поначалу со скрипом, поначалу очень все шло медленно, но за пять столетий уже много что сделано. И это не только рождение отдельных новых конфессий, динаминаций, это тоже хорошо и очень интересно, потому что я лично обеими руками за такую многопартийную систему в христианстве. Я против однопартийности, знаете ли, и я за то, чтобы были разные церкви. Церкви разные нужны, и церкви разные важны. И, знаете ли, я против одной структуризации, одной, будем так говорить, структурной объединения такой единой церкви, как по образу этого мира, будем так говорить, единой. Потому что понимание вот этого мира, падшего, отпадшего мира, единство – это структура, да, это вертикаль, это «я начальник, ты дурак», это, значит, ну, как бы, люди видят единство совсем по-другому. Не как Бог видит это единство. Бог видит единство совсем в другом, иначе совершенно. Знаете, вот когда в Вавилонске эти вот и всякие прочие языческие жертвенники делались богам языческим, то там они делались из камней, которые один под рукой подгонялись, так, что их отличить невозможно было. Как близнецы-братья эти камешки были. А вот, а когда жертвенник в Библии описывается, Богу истинному, Богу Авраама, Исаака, Израиля, то там говорится, как только тесло наложил на камень, ты уже осквернен камень этот. То есть Бог не хочет нас подгонять, значит, Он хочет видеть вот таких вот неотесанных, в хорошем смысле слова. Действительно, Бог хочет видеть очень разных людей. Не казарменное христианство, не однообразное такое, знаете ли, а разнообразное. Единство в таком разнообразии удивительнейшее. Вот, он даже, ну, я фильм какой-то смотрел, там, снежинки, огромное количество их, их рассматривали множество этих снежинок, не нашли даже двух одинаковых, представляете? Вот так вот, думаю, надо же, ну, Бог, Он настолько удивителен, Он мог бы ведь под копирку сделать все это, да? Никто бы Ему слова не сказал, никто бы даже не заикнулся бы, знаете ли. Вот, мы бы это как данность приняли бы и все. Но Он настолько, Он художник, Он творец, в нем все бурлит, Он полон идей постоянно. И даже, творя весь этот мир, даже снежинки эти, да, Он не останавливается в своем творчестве и сейчас. Вот, дай Боже нам, любимым Его детям, быть похожими на Него, хотя бы немного. Вот, а в жизни нашей все больше и больше, дай Боже быть похожими на Тебя. Подражать Ему как чадок возлюбленный, это самое великое, что есть у нас, у верующих. Самое прекрасное вообще. И, как получил я откровение это, как реформатор, да, и нуждался в этом. Потому что, честно говоря, очень часто руки опускались, значит, как тот еврей. Помните, что говорил Иисусу, верю, Господи, помоги моему неверию. Знаете ли, вот верю, не верю, молюсь, верю. Начинаешь там что-то делать, общаться с людьми, тем более некоторыми. А оно тебе надо, оно никому не надо вообще. Думаю, да нет, думаю, горбатого могилы исправят. Да вообще, это как поздно пить боржоми, это как мертвому горчичнике ставить уже. Ну, как бы, оно ничего не даст. Но, знаете ли, Бог, Он оптимист. Я вспоминаю слова, значит, про Ханова Ивана Степановича. Вот, кстати, вот на днях было, день рождения его отмечания, тоже в календаре у нас он отмечен тоже. У нас не только православные в наших святцах реформаторской православной церкви, не только православные там имена святых таких известных мужей и жен божьих, но также и протестантов у нас, ну, не так много, но хватает уже. И католиков, ну, там, особенно тот самый Бернхард Лихтенберг, католический священник, который один противостоял Германии всему Третьему Рейху. Вот, этого священника, ну, просто я не мог не вписать в святцы. Я про это им сказал, они говорят, да, единогласно, это точно. Этот пример должен быть в нашем календаре обязательно, этот католический священник герой. И один в поле воин, как вот Воснецов писал одну картину, здесь в Москве хранится она, и один в поле воин. Хорошая картина очень. Вот, я все время Бернхарда этого вспоминал, как раз, когда был в доме музея Воснецова, здесь вот в Москве, и эту картину рассматривал. Вот, я вспоминал Бернхарда Лихтенберга, и один в поле воин. Да. Но, дамы и господа, так вот, и как реформатор я нуждался в таком от Бога, от Бога рождал слово. И я получил его, ну, расскажу, как есть. Я попал в ДТП. Это была авария. Я сбил подростка, мальчика, школьника, на мотоцикле, который выехал покататься. На мотоцикле выехал покататься из одного села в другое село. Вот, и было столкновение, да, и серьезная эта авария, и... Ну, летальный исход, это слово, мальчика, для мальчика того. Вот, и его мотоцикл не подлежал восстановлению, тело лежало на дороге. Вот, я впервые в жизни молился за мертвого человека. Нет, за упокой я много молился раньше. До 96-го года это была моя вообще, ну, такая одна из основных моих молитв вообще. Молитва за упокой умерших людей. Это не у меня. А, или у меня. Да, я уж и не знаю, на как вы решите. Но, по крайней мере, знаете, вот... Не, бывает такое просто. Но, знаете, я очень Богу благодарен, что так все произошло. Пусть даже это была и трагедия поначалу, но закончилось все хорошо. Вот, и я молился не за упокой души, за упокой я не молюсь уже давно уже. Многие там священники даже порой там негодуют по этому поводу. Но я говорю, братья, я вот... Ну, так рассуждаю. Знаете ли, у нас не так много времени на земле, этой жизни земной. Знаете ли, чтобы нам экспериментировать и что-то выдумывать, и опускаться к спиритизму или к чему-то еще. Знаете ли, молитва – это общение с Богом. Вот, и что касается молитвы за других людей, это в Библии всегда молитва за живого человека. За умерших людей лишь есть один пример, один образец молитвы. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Других примеров я не нахожу. И, знаете ли, я рассудил так. А ведь я много молился за упокой душ умерших, вымаливая, как я считал тогда. Я искренне верил в это. Бог свидетель. И я не только в это верил, я это и сам делал, и пропагандировал это среди населения, будем договорить. Всячески пропагандировал. И участвовал во всякого рода служениях. Тем более, что я из семьи, атеистической семьи, и за своих родственников, кого только я мог знать, вспомнить, расспросить своих родственников, расспрашивал, узнавал, я за всех молился. Я полагал, что, будучи священником у престола, у жертвенника, в алтаре, совершая проскомедию и участвуя в разного рода других служениях, я по милости Господней, как бы, вымаливая эти души, я в это верил. Но однажды разуверился. Разуверился, вернувшись к Библии, вернувшись к Богу. Бог, слава Богу, Он нас иногда вот приводит к уморозчарованию в нашей вере, одаряя нас своей верой. И вот, и это очень хорошо. Хотя тяжело было, честно говоря, тяжело, и не только идеологически было тяжело, не только было тяжело вероучительно, это тоже тяжело. Но самое тяжелейшее, что я прошел тогда, это был, знаете, момент, переступить через свой опыт, отказаться от своего какого-то опыта, от своего какого-то переживания. Это очень сложно, но и это возможно с Божьей помощью. И вот я осознал четко, что за умерших я не буду молиться. Я залегся тогда, в 96-м, по идейным соображениям выйдя из традиционного православия, я залегся от многих вещей, но вот в числе прочего было и то, что я буду молиться только за живых людей. Но я даже тогда, в 96-м, не предполагал, что буду молиться за воскрешение умерших людей. Вот, я, честно говоря, думал, это где-то там, ну, знаете ли, вот где-то там в Африке, евангелисты, там, или где-то там среди, вот, вы на Китае, где-то в Латинской Америке, ну, где-то там, но чтобы у нас, честно говоря, как-то не думал об этом. А Бог-то, он тот же самый, что и в Африке, да? Он и здесь тот же самый, да, братья, где вот братья наши? Черные братья, где наши? А, о-о-о, да-да-да, да. Да, вот не даст собрать, что в Африке тот же самый Бог, что у нас здесь. Тот же самый Бог. И не важно, ты белый или черный, это не важно. Да, потому что Бог, он действительно смотрит на сердце. Помните, как говорил великий этот реформатор американский Мартин Лютер Кинг, который, Кинг? Был Мартин Лютер немецкий, реформатор белый, а был черный Мартин Лютер Кинг. Баптийский пастор, учитель, да, значит, Джорджи. И я был в его храме, в той церкви, где он пастерствовал, и там звучит его голос по сей час, в записи, правда, конечно же. Вот, и можно прийти туда в любой день, помолиться, вот, уединиться. Я очень был благоставлен посещением этой церкви, и очень полюбил эту личность, знаете ли. И, так вот, Мартин Лютер Кинг, ему многие говорили порой в те годы, сегрегация там и прочих проблемах, говорили, вот как ты можешь говорить о чем-то светлом, будучи черным? Ну, так, с английского примерно так можно перевести, ну, примерно так. А он отвечал примерно так, тоже на русском, что, да, вот, у меня черная кожа, но у меня белое сердце. Омытая кровью Христа, он говорил о крови Христа Иисуса. А потом говорит, он не остановился, а дальше сказал так, но я знаю многих белых, у которых черные сердца, которые не омыты еще кровью Иисуса. И все, и замолчали все белые, которые имели черные сердца. Вот. И однажды, когда... Я был за той кафедрой, где он проповедовал. Вот. Вот. И помолился там, на том месте. Вот. И даже сказал песню на русском языке, правда. На английском я сбивался. Но спел на... Начал на английском, потом перешел на русский, и так ее допел на русском уже языке, эту песню. Одна из его песен. Одна из его песен, которую он написал вот как раз там, в этом храме. После очередной проповеди, когда пришли хулиганствующие некоторые там элементы, и бросали в него там всякие там помидоры, яйца там, значит, ну, и его костюм был весь как натюрморт. После этого, этой проповеди. А он говорил обычные вещи, что во Христе Иисусе, не важно, ты белый, не черный вообще. Что это все суеверие, это все мракобесие. И вот многим не нравилось его подобное заявление. И вот после очередного такого вот действия хулиганского, он написал гимн интересный. И этот гимн стал одним из гимнов американского пробуждения тогда, в 60-х. Его пели. И вот один из переводов этого гимна мы используем в нашем служении, реформаторской православной церкви, тоже поем. И там даже некоторые священники наши говорят так, что это как бы один из гимнов наших, вообще, наших церковных гимнов. Там слова такие есть. «Верою от Бога» Но я не черный, я не могу так вот... Там надо быть черным, что спит, это... Силою от Бога мы преодолеем все. О, в сердце моем вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, Иисус Господь наш. И Твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Аминь. 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 И, дамы и господа, братья и сестры, действительно, вот та история. В 2003 году я впервые в жизни молился за воскрешение умершего человека. Это был тот мальчик, которого я сбил. И, знаете, любовь был милостив и ко мне, и к тому пацану в тот день. И мальчик воскрес. Иисус Господь наш, Иисус Господь. Молитвы за воскрешение умершего человека. Знаете ли, но я понял такую вещь из опытов и положительных, и отрицательных опытов. Я понял такую вещь. Очень важно прислушиваться к тому, что Бог говорит. Когда он молится. Когда больше сам молишься ты, то это другое совершенно переживание. Тоже духовное, тоже и сильное, но это совсем другое переживание. Но когда он молится, это совсем другое переживание. Это совсем другое действие. Это, понимаете ли, и тогда действительно свершается то, что он хочет. А он хочет только хорошее. Это 100%. Это удивительно. И тогда мальчик воскрес. Но я, конечно, знаете ли, но я верующий, но не настолько, чтобы так вот, думаю, покойников так поднимать. Вот как бы я тут же в сомнении всякие. А может это не была смерть, может это просто был, ну, обморок, допустим. Да, ну, мало ли там. И, ну, дальнейшие все события показали, что все это действительно было воскрешением. Вот. И, так вот, и мальчик стал активно подниматься. И пытался, там, трогать себе сзади голову. А сзади голова была разбита. Знаете, как переспел арбуз. Трескается вот. И там мозги были видны одним словом его. Вот. Гости разошлись, и там мозги были видны. Вот. Вот. Такое зрелище было не из приятных, честно говоря. И я придерживал ему эти косточки. Хотя сам кровью боюсь так по жизни. Но, знаете, а это держал ему все. Потому что боялся, что у него это дальше раскроется. Как бы и что-то вывалится. Мало ли там, значит, там. А во-вторых, он еще грязной рукой лезет туда. Думаю, не помню, мозги почешу, думаю. Вот, как бы, значит, поэтому держал. Придерживал ему. Вот. И скорая помощь приехала. Значит, там дальше была. Это по дороге было. Кафешка была. И они позвонили. Там вызвали скорую и милицию. И скорая помощь забрала этого мальчика. Вот. И врач только одну там фразу бросил такую, что мы его не довезем, как бы, до больницы. Раны несовместимы с жизнью. Вот. Врач посчитал, что, значит, раны несовместимы с жизнью. Но, слава Богу, довезли. И, слава Богу, было все хорошо. Дело в том, что, опять-таки, жена была со мной, дети были со мной. Значит, и они были там, в машине, возле машины. Я ушел в посадку помолиться. И за того пацана молюсь за исцеление. И, знаете, как бывает, вот молюсь, а уже я молюсь только. Учусь тоже различать, когда я молюсь, а когда мы молимся с Богом. Когда мы молимся с Богом, все хорошо. Тогда это совсем другая молитва. И я учусь тому, чтобы, когда он уже не молится, и я, в принципе, сворачиваю, как бы, значит, молитву. Потому что, как бы, ну, смысла нет. Понимаете, воздух молотить. Вот, как бы, значит. Значит, и язычники думают, что многословия с вами будут услышаны, знаете ли, вот. А наше дело, в общем-то, ну, быть в нем, в нем. Не высовываться. Знаете ли. Вот, и, так вот, и когда в нем, тогда совсем другая жизнь вообще. Я замечаю, это совсем другая жизнь. Другое христианство, качественно другое христианство. Вот, и, так вот, молюсь. И я понимаю внутри, что Бог уже не молится. Все, Дух не молится. И я понимаю, что он уже здоров, мальчик этот. Ну, еще пару раз так дернулся, как бы, а потом нет, не надо. Все, я просто стал Богу благодарить, просто хвалить за все, благодарить его за все. Вот, приехала милиция, когда до И там, они смотрели место происшествия. Ну, и вот эти офицеры там, один из них, Сергей Шкура, я с ним познакомился там на дороге. Вот, интересный очень человек такой, такой, ну, болтливый такой, интересный. Ну, в хорошем смысле слова, разговорчивый. Вот, значит, и, так вот, и, ну, они эти офицеры сказали, что, значит, ну, в общем-то, дело такое, батюшка. Ну, летальный исход, однозначно. Судя по месту происшествия, его транспортное средство, так говорится, не подлежащее восстановлению мотоцикла, значит, ваше транспортное средство, ну, понимаете ли. Вот, где его тело лежало, ну, как бы, шансов у пацана никаких. Я говорю, не в морг, а в реанимацию повезли, ну, ненадолго, поверьте, не первый год на дороге. Вот, ну, это были слова этих милиционеров. А дальше, значит, уже в райцентре были, в больнице в этой, вот, и потом уже в кабинете следователя был уже, вот. Вот, и там я узнал продолжение этой истории. Оказывается, да, зашел врач скорой помощи, что забирал того пацана с дороги с места происшествия, то, значит, этот врач говорил со следователем в моем присутствии. И начал он с того, что он стал признаваться ему, не мне, а ему, что он неверующий, как бы, при чем ведь это, это же неисповедально. Или не, насколько ведь ходят к этому следователю. Одним словом, значит, он ему объясняет, что он неверующий, а потом, значит, говорит, чертовщина какая-то. То есть, во что-то уверен, все-таки, получается, да? Вот, значит, и я, значит, в недоумении, конечно, не слушаю дальше историю. Оказывается, пока везли его в больницу, ну, минут 15, я так предполагаю, их было в ходу, вот, за это время мальчик полностью исцелился. То есть, его загружали в скорую помощь туда. Загрузили его в скорую помощь с ранами не совместимы с жизнью, да, получается, а выгрузили уже там в больнице совершенно здорового. И когда ему смыли кровь сзади, не нашли ни царапинки, ничегошеньки, то есть, бесшовно все срослось, ни синячка, ничего. Поэтому, и он говорил этому следователю, что это вот не была массовая галлюцинация, это не могло на всем присниться. Кровь проверяли, мальчика кровь, то есть, каким-то образом все раскрылось, вытекло, потом, значит, там, закрылось и срослось бесшовно. Вот, хирург, уже другой врач, да, он был на месте там, он был в недоумении. Тем более, он был таким, там, известным атеистом в этом городке. Вот, ну, не так давно он ушел в вечность, я был там вновь, уже не раз, уже получается, и проповедовал там в одной из церквей, был медперсонал этой больницы. Пришли медсестры, санитарки на служение, значит, благодарили за новую, там, реанимационную машину, которую, благодаря моим, там, свидетельствам, значит, местным депутатам, значит, выделил, значит, даже в столице таких, мало, вот, машин со всеми наворотами. Знаете ли, теперь у нас вот такая машина есть, пылинки сдуваем с нее. Значит, вот, ну, значит, и что произошло, значит, этот врач, хирург, славился там своим таким ярким атеизмом, как бы, вульгарным даже таким атеизмом, вот, но для него это был шок, то, что он видел. Дело в том, что одежда, он сказал так, что как будто бы мальчика перейтили в чужую одежду. Одежда была со следами вот этой аварии, ДТП, да, и на теле должны быть повреждения быть, но когда одежду всю сняли, его мальчика до гола раздели, ощупывал он его, осматривал полностью, да, на теле не было никаких абсолютно следов, как будто бы его переодели, но это была его одежда, не чата. А дальше больше. Этого мальчика по ходу всего раздевания, там, осмотра, ему задавали его разные вопросы, ну, проверяли его, как бы, состояние, там, ума, да. Он отвечал адекватно, там, как бы, все четко, ясно, значит, и врач этот узнал этого пацана и говорил, что он лежал у них в хирургии. И мальчик подтвердился, что это не опознался врач, на самом деле он лежал у них в хирургии, значит, был перелом у него, когда-то тоже связано было с падением мотоцикла, значит, и, значит, у него зажило хорошо все тогда, в тот раз, вот, значит, и он снова гонял на мотоцикле, значит, там, значит, там ходил в школу, все нормально было. Но, вот здесь была уже, вот, как говорится, очевидно невероятная вещь, потому что, когда делали ему снимки, не только следы от новых переломов исчезли куда-то вообще, и не было, как будто бы ничего у него, травм никаких, но и след от старого перелома исчез, понимаете ли? И вот в моем присутствии, там, значит, было сказано следующим врачом, что, значит, что, как бы у него тогда не зажило, но след от старого перелома должен быть обязательно. Потом были другие врачи, с тем я уже не знакомился, значит, они проверяли, делали повторно все снимки этого мальчика, проверяли кости, там, органы, все, но повторные подтвердили все то, что было тогда, днем сделано. То есть, в вечернем, в вечернее время все подтвердилось, абсолютно все, что днем было сказано врачами. А из-за санитарки, медсестры, такие очень эмоциональные, сарафанное радио, такое, они там по больнице расстрезвонили, значит, что вот батюшка там, значит, сбил пацана, а с того, как из гуся вода вообще, живой, здоровый, целый вообще. Значит, и лишь одну проблему врачи нашли, но она показалась им никак не связанной, вот. То есть, не просто необъяснимой проблемой, значит, а для меня это было знаком, точно знаком, что это было именно воскрешение из мертвых. В нем не нашли пищи, вот в чем дело, как будто он давно не ел, не просто день, два, три, а не ел давно уже, вообще ничего, не маковые растинки, что называется. Ну, в нем же кишки же, там, как в человеке, да, должны быть, там, пища, все перевариваемое и прочее, но в нем не было, как будто он давно не ел. Стали спрашивать, когда он ел последний раз. Он их ошарашил просто, что утром, с его слов, он хорошо позавтракал. Ему, конечно, не поверили, думали, врет, а смысла не видели в нем, что его вранья. Стали специально спрашивать, значит, а что ты любишь кушать, а что тебя мама готовит, там, и прочее. Это хитроты. И вот то, что он рассказывал, они сделали вывод, что вроде похоже на правду. И судя по тому, что он описал, что он съел, это, ну, как здоровый мужик поел. То есть, как бы, а он еще поел, кажется, впрок. Дело в том, что, знаете, в чем, это предполагалось, что один прием пищи у него. Все потом узналось. Приехали ребята уже постарше на мотоциклах тоже. Они узнали по мотоциклу этого пацана, мы знаем, с какой он деревни, там, все. И, значит, и оказалось, они со школы сбежали в ту пятницу тогда. Значит, и с разных сел на мопедах, на мотоциклах съезжались в одно село покататься. Весь день, значит, получается, и даже ночь они могли кататься. И получалось, что у них, что у него был один прием пищи. Вот утром, понятно, он поел специально на целый день, так чтобы. Но как это в нем исчезло? Его расспрашивали, значит, не только про его стол, но и стул, как говорится, значит. Значит, но у него оказалось все, как обычно, то есть, никаких там... Он не туалетный индига какой-то, знаете, никаких там сверхспособностей у него нету там абсолютно. То есть, у него все нормально, как у людей. Но куда в нем все так делалось, они не знали. А мальчика, пока обследовали, он только одно твердил. Я, говорит, умирай, я есть хочу, дайте его хоть что-нибудь поесть. Ну, вот поэтому врач сказал еще, что мы даже... То, что писали по дороге, нам было все стирать. Потому что какой-то... Даже не можем сотрясение мозга написать. Потому что он здоровый и аппетит такой... А, санитарки и медсестры, давайте, повезли, повели его в больничную столовую там это. А там больничные эти, ну, аж с обеда, то были эти порции. Много порций нетронутых больными. Потому что многих больных по празднике, по выходные, ну, они ушли домой. Вот так вот. И на столах были эти нетронутые порции. И пока они там судачили между собой, эти женщины, а он, не буду рад сразу, раз за стол, и давай там первые, вторые, компоты. Они когда-то спохватились... Такую, как говорится, обожревку петалистов. Знаете, они спохватились, куда бы его влезло вообще столько вообще. Как бы у него там заворота ни было, там и ночью, ну, так помрет ведь. Знаете, вы не на дороге, так здесь, в Толовой. Значит, его еле оторвали, значит, от этих порций. Значит, и сказали, успокойся, если выживешь, дальше потом на корне.